ТЕРИТОРИЯ МАШИН С молодыми нарушителями инспекторы проводят беседы. Тех же, кто постарше, штрафуют на 500 рублей. Но тут есть один нюанс. Оштрафовать пешехода очень сложно. Водительского удостоверения у него нет, а паспорт он носить не обязан. Инспектор может направить нарушителя в участок, но, как правило, этого не делает. Несмотря на все увещевания властей, что они борются за безопасность на дорогах, штрафовать можно только тех, кто за рулем. Ну и где справедливость? Компания Ford озаботилась проблемами глины. Нет, я вменяемый, даже справка есть. Так вот, американцы выяснили, что глина для моделирования прототипов может быть использована повторно. Зачем она вообще нужна? Просто даже в век высоких технологий хочется убедиться в том, что компьютерная модель и реальный автомобиль будут соответствовать друг другу. Монитор — это хорошо, но потрогать-то хочется. Если раньше глиняные модели отправлялись неизвестно куда, то теперь их перерабатывают и снова пускают в дело. А перерабатывать есть что. Например, на постройку модели Ford Raptor ушло 877 килограмм этого материала. Глупо выбрасывать столько денег, ведь можно это дело использовать повторно. Кстати, глиной этот материал по сути не является. Это смесь разновидностей воска и масла с наполнителем. Раньше при ее производстве использовали даже китовый жир. Но потом охоту на китов запретили и пришлось искать новые пути. Ford утверждает, что за последние пять лет переработал такое количество глины, которое по массе равно трем африканским слонам. Из глины. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.